Это целое направление, прям даже в процессе обучения актёра, грим. Как бы это в раздел перевоплощения можно отнести, можно отнести в раздел детской анимации. Я, честно сказать, никогда гримом не пользовался активно. Один раз, когда я делал какие-то цирковые этюды в ГИТИСе, мне сказали, нанеси что-нибудь на лицо, какую-то раскрасочку. Ну так я так нанёс, что мама недорогая, мне сказали, лучше убери. Ну, я что-то не сильно в это как-то... я за естественность. Понятно, что иногда на сцене, когда смотришь, необходим какой-то здоровый цвет лица или подкорректировать что-то. Ну тогда, да, есть смысл. Ну и то, зачем отнимать хлеб у гримеров, которые тоже в нём нуждаются. В кино, если вас загримируют, там даже не надо париться, там такой грим придумают, что мало не покажется. И кровь, и вурдулак, и всё, что хочешь, вам сделают. Так что о гриме сейчас только говорить только на детских спектаклях можно как-то серьёзно. Когда ты сам себе накладываешь, и то, когда мы играли в Доме литераторов, в Новогоднюю ёлку, там приходила женщина из Института культуры за два часа до спектакля и накладывала там не кощей бессмертного, тому это и это. Так что, ну так профессионально делала. Бабе Еге нос прилипливало, которое отвалилось иногда. Но это доставляло детишкам удовольствие. Так что, другие актрисы, вот я знаю, не буду назвать имя, она говорит, блин, у меня прыщи по всей коже от этого грима, у меня раздражение. А что быть? Она актриса кино, она снимается. Ну всё это, чтобы ставить крест на профессии или там колоть чего-то себе. Ну вот так что это вопрос тоже грима. Детский спектакль, конечно, кто играл Деда Мороза, тот знает, как плывёт всё, как потом кожа трескается, как потом, значит, кожа стареет, она растягивается, сужается. В общем, это не очень полезно, даже если суперсовременный какой-то грим. Специально заморачиваться этим я бы даже не рекомендовал актёру. Есть более какие-то серьёзные вещи, которые более серьёзно относятся к профессии. Хотя сам Станиславский, он очень серьёзно относится к гриму, вплоть до того, что грим – это как его надо накладывать, как священное действие, как будто вы в церкви, когда поп-крестик рисует маслом на лбу, вот приблизительно вот из такой серии священное действие. Потому что через этот акт вы как бы вызываете душу персонажа. Ну, это я сейчас уже так огнетаю, но что-то типа этого. Кому помогает грим? Ну, хорошо, удачи. Действительно, иногда парик оденешь, и хо, зацвёл сразу роль, заиграл, и настроение поднялось, и ты понимаешь суть актёрской профессии, и вообще даже, может быть, роли. Для этого грим хорош. А если просто, чтобы быть красивым, привлекательным, ну, девушки никогда не обходятся без грима, они там что-то глаза подводят. Ну, грим, конечно, даёт плюс, что говорить там. На сцене, конечно, выигрыш не смотрится, когда с гримом. О, какой симпатичный молодой человек. Так что для себя сами решайте, пробуйте, экспериментируйте, но знайте миру.